Алёш, вот скажи, пожалуйста, в моём понимании водонагреватель, он объёмный, и чем больше литров он в себя обещает, тем лучше с ним, как бы, вот, обращаться. При Брежневе так и было, но я тебе хочу сказать, вот часто ты выезжаешь на свою дачу летом? Да, конечно. Выезжаешь, там что? Там холодная вода. И вот приходится становиться моржом, закаляться, но, друзья, не обязательно это делать, потому что теперь у вас будет вот такой водонагреватель-термаль. Это горячая вода там, где вы есть, ну и, соответственно, где есть электричество. Ничего себе. Посмотри, как эта штука вообще устроена. Во-первых, она... Это вот это вот, вот это вот нагреватель, и всё? Вот это вот, это нагреватель, и не всё. На самом деле это комфорт, это, я не знаю, благополучие ваше на даче, потому что при помощи вот этого устройства, этого водонагревателя, можно будет горячую воду. Работает всё просто. Ну вот, посмотри, снизу холодная вода подаётся в этот нагреватель, дальше идёт нагревательный элемент, за счёт которого и происходит нагрев. И уже сверху в кран поступает горячая вода. Ты знаешь, вот всё гениальное просто. Можно сказать, что как раз-таки это можно применить и к нашему водонагревателю. Обычный водонагреватель внутри, но не обычный. Он работает очень быстро, он очень быстро нагревает воду. За сколько? Да, пять секунд. За пять секунд нагревает воду, так это мгновенно просто. Мы можем непрерывно теперь мыть посуду, не останавливаясь, чтобы огромный бачок вновь нагрелся, да? Да, смотри, его очень легко установить. Вот здесь внутри, внизу у нас есть такое резьбовое соединение. Достаточно просто-напросто найти то место в раковине, где вот есть отверстие для установки крана, поставить туда, потом специальную вот такую прокладочку и после этого непосредственно сам фиксатор. Закручиваем до конца и после этого кран у нас уже надёжно закреплён. Дальше берём ближайшую розетку, включаем туда в сеть, нажимаем специальную кнопочку для того, чтобы всё это начало работать и всё. Дальше уже в дело вступает вот специальный такой тумблер, регулятор, скажем так, нагрева, который находится сбоку. Посмотрите, он выполнен в единой стилистике, очень легко поворачивается и, конечно же, вы видите, есть специальная вот такая вот иконографика, если можно так сказать, которая обозначает, где происходит нагрев, где, собственно, нагрева нет и идёт холодная вода. Синие кружечки как раз-таки вам это подскажут. Мне не терпится уже посмотреть этот водонагреватель в действии. Давай. Давай проследуем на нашей кухне, вы, дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам. Итак, ну, посмотри, вот непосредственно здесь я уже продемонстрировал, я готовился к эфиру, я поставил его заранее. Вот так он выглядит уже рядом с раковиной. Смотри, красивый, блестящий, золотистого цвета. После этого, я перемещаюсь в эту сторону, подключаем его, соответственно, к розетке. Вот хочу тебе показать как раз-таки вот эту систему, она начинает работать после того, как ты нажимаешь серую кнопочку. Серую кнопочку нажали, загорелся свет, идёт, значит, всё, происходит нагрев. Ты, наверное, спросишь, для чего вот этот блок нужен. Да, вообще, ну, чтобы включать-выключать, правильно? Включать-выключать, но и, кроме того, эта система как раз-таки защищает тебя от перепадов в электросети. Если вдруг происходит какой-то перепад, автомат просто-напросто выключит эту систему и всё. Как здорово! А для того, чтобы включить её вновь, опять нужно нажать кнопку, да? Да, серую кнопку нажимаем, светодиод загорелся, значит, всё, опять всё это дело работает. Ну и после этого вот в дело вступает уже непосредственно вот этот вот краник. Мы начинаем включать его, вода начинает поступать, ставим ту температуру, которая комфортна именно для тебя, которая подойдёт. И вот, ты знаешь, пять секунд не прошло даже. Можно я попробую? Конечно, пробуй, пробуй, пробуй. Вот, посмотрите, лампочка загорелась, нагрев включён. Так что, дорогие телезрители, проверьте. Точно прям даже такая горячая нужно отрегулировать, чтобы стала тёпленькой. Дорогие телезрители, вот это да! Да, посмотрите, какой маленький компактный бочонок, который нагревается за пять секунд! Представляете, вспомните наши огромные водонагреватели. Вода заканчивается, и нужно долго выжидать течение часа, чтобы она вновь нагрелась. А здесь пять секунд, и непрерывно тёплая вода. Она непрерывно тёплая вода, которая вообще не остывает. Она может быть тёплая, она может быть и горячая, всё, опять же, зависит от регулятора. Соответственно, мы можем увеличивать поток воды, и также при помощи этого всего регулировать температуру. Где-то она становится потеплее, где-то она погорячее. Ну, если мы хотим сделать холодную воду, то мы включаем как раз-таки вот в это положение. Тогда вода уже идёт без всякого нагрева, она просто холодная. Чем? И, кстати, вот в этом положении, как раз-таки, это когда вода выключается вообще. Чем полезен этот водонагреватель? Ну, наверняка, опять же, летом на дачу выезжаешь куда-нибудь, у тебя какая-нибудь посуда начинается скапливаться, жирная, да, грязная. Обычно мыть холодной посудой, ну, очень тяжело, согласись. Всё равно что-то остаётся на тарелках, какая-то грязь, какой-то жир и так далее. Да нет, холодной водой вообще нельзя ничего не мыть, не отмывается. Скажи, пожалуйста, а здесь ещё есть какой-то керамический картридж? Да, здесь внутри как раз-таки есть керамический картридж, вот в этом кране. Это значит, что этот кран прослужит себе очень долго. Он практически, ну, я не знаю, ну, вечный, если можно так сказать. Раньше были краны такие, что через какое-то время нужно было менять, ты знаешь. Но здесь как раз-таки использовали именно керамику для того, чтобы этот кран служил очень долго и радовал всегда горячей водой, где бы ты ни была. На даче, дома, да и, ну, знаешь, ты можешь поехать в командировку куда-нибудь и взять с собой этот кран, потому что он компактный, он легко умещается где угодно. И вот как раз-таки ещё раз хочу тебе напомнить, как это всё работает. Холодная вода поступает снизу и как раз-таки попадает в тот отсек, где происходит нагрев при помощи нагревательного элемента. Как только всё это нагревается, ещё раз напоминаю, 5 секунд достаточно для этого всего, и горячая вода уже поступает в краны, и тут ты в своё удовольствие уже пользуешься нагретой за 5 секунд водой, которая нагревается до комфортной для тебя температуры. Вот это да, это просто открытие для меня. Давайте вспомним, как много места занимают водонагреватели. Как долго нужно ждать, чтобы они вновь прогрелись, когда горячая вода заканчивается, а? Вспомните, вспомните этот дискомфорт. Всё, долой дискомфорт. Покупаем водонагреватель. Забудь уже, забудь этот день, когда ты была с холодной водой, когда ты просто с ужасом думала про тот момент, когда тебе нужно мыть посуду, и у тебя руки после этого синели. Теперь всегда горячая вода, всегда комфортная вода.